сегодня ровно два месяца как не стало нашей дочки и как бы тяжело это не было нам нужно двигаться дальше простите как бы сейчас наши чувства до сих пор не утихли и с этим жить всю жизнь надо бороться потому что есть еще куча других детей которые также ходят этими опасными маршрутами и никуда не не деваются как мы можем все это наблюдать несмотря на то что какие-то работы были уже проведены и по сносу гаражей и по опилке деревьев и по освещению нот в данной местности где мы свои с вами стоим вот я наблюдаю только один фонарь до который опять же никоим образом не защитит наших детей проходящих тут ежедневно утром когда еще темно потому что занятия в школе начинаются без 15 8 утра и вечером школе также присутствует вторая смена и многие дети ходят вечером также по темноте как и утром я считаю что в наших силах изменить эту ситуацию и лично я со своей стороны до со стороны тех людей которые сейчас состоят в группе лизонь когда мы будем делать будем стараться чтобы таких вот маршрутов у наших детей было как можно меньше нам необходимо сделать максимально безопасные подходы к школам создать их ну назовем так прозрачность для этого естественно нужно и яркое освещение и плюс к нему наверное еще видео наблюдение которое будет непосредственно подключено к школам и чтобы сразу реагировали на какие-то моменты чтобы мы не бегали не искали возможность где-то взять эту видеозапись до а чтобы уже школа могла предоставить ее сразу незамедлительно в связи с нашей истории мы сочли нужным себя обеспечить в суде адвокатами которые будут представлять наши интересы и любезно нам согласились помочь адвокаты компании по 2 и партнеры в лице бакшеева александра сергеевны вместе мы надеемся что правосудие покарает убийцу в виде пожизненного лишения свободы то есть максимальный срок заключение он получит и считаю что не должны подобные личности вообще как-то присутствовать среди нашего окружения и конечно я говорю о об открытом реестре для всех кто имеет желание он может посмотреть и знать как говорится кто живет рядом с ним чтобы быть полной уверенности того что дядя вася с соседней квартиры не является такой личностью и в любой момент ребенок даже доходя до своей квартиры в своем же собственном подъезде не был застигнут врасплох таким вот маргинальными личностями назовем их так с нами вместе с нашей группы лизонька и вообще то есть нам помогает татьяна николаевна загородняя создав свой проект территория безопасного детства она помогает раскрывать опасные маршруты и в любом случае любой желающий у которого есть что сказать и помимо тех обращений которые мы донесли до татьяна николаевна также до исаева михаила александровича и также подали мы обращение в москву может отметить все опасные маршрут опасные места в городе на ее интерактивной карте все работы также будут проведены обязательно каждый маршрут не останется без внимания и в любом случае это по этому поводу будет вестись определенная работа если мы внимательно как бы посмотрим на те моменты которые нас окружают которые мы можем назвать опасными да в нашем городе помимо того что администрации города конечно была проведена работа по освещению она продолжает вестись но несмотря на это очень много еще не освещенных мест очень темных переходов открытых люков я предоставила михаилу александровичу проект о том чтобы вместо вот этого всего мы предоставили людям иметь возможность какой-то сквер возможно какие-то пускай зону отдыха что то такое чтобы не портила вид людей из тех же вот домов до чтобы у людей была дополнительная площадка для отдыха для развития детей там какие-то детские площадки здесь есть возможность здесь большой массив да эта дорога которая идет от улицы танкистов сторону аэропорта и и вполне можно сделать проезжабельные в том плане чтобы разгрузить например тот же перекресток и улицу высокая этот проект я также предоставила исаеву михаилу александровичу самое главное здесь нужно задуматься о том что единственное что дорожит чем дорожит наша страна да мне бы хотелось в общем то верить и каждый родитель в частности да это наши дети